Россия настроена на мигрантов. В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей. В столицу мигранты едут не только для того, чтобы заработать. Взрывной рост преступлений, совершенных мигрантами в Москве, стало больше на 40%, а тяжких на 70% с лишним. Причем в 5,5 раз чаще нападают организованными группами. Легко быть толерантным за чужой счет. И мы вместе должны добиться того, чтобы одним из ключевых понятий в жизни нашего общества стала толерантность. Вот один из мусульман забрался на ограду храма святителя Филиппа и кричит «Тахрир», что в переводе означает «освобождение». Верующий отвечает ему дружным Аллах Акбар. Позже на церковную ограду забрались десятки мусульман. Некоторые фотографировались на память. Если это намеренная и мудрая политика государства по замене коренного населения приезжими, тогда так и надо сказать, не стесняясь. Мы заменим вас другими. Но так ведь никто не скажет. Никто так не скажет. Никто не признается в геноциде по отношению к коренному народу. Следующая задача – это обеспечение успешной интеграции и адаптации внешних и внутренних мигрантов. Очень важно создать надлежащие условия для интеграции мигрантов. Защитить их права и свободы. Обеспечить социальную защищенность. Вообще любителям толерантности и знатокам ее я бы предложил в порядке добровольной инициативы выступить с предложением и подавать заявление по месту жительства. Дескать, учитывая необходимость демократии и толерантности, хочу, дескать, из уважения к принципам демократии впустить к себе на постоянное место жительства семьи гастарбайтеров без вредных привычек на неопределенный срок.